всем доброго дня приготовим сегодня печенье на рассоле рассол нам понадобится от любых помидор или огурцов маринованных и мы будем использовать небольшое количество значит рецепт у нас такой и хочу сказать если вы измените пропорции то конечно у вас получится печенье но совсем другого вкуса в данном случае она будет напоминать как бы крекер значит нам понадобится 2 стакана муки затем 8 столовых ложек рассола 8 столовых ложек сахара без горки 8 столовых ложек растительного масла и пол чайной ложки мы соды будем угасить уксусом вот такой сегодня простой рецепт все это мы сейчас смешаем добавляем сахар 8 ложечек столовых здесь у меня 8 столовых ложек растительного масла я уже отмерила и 8 столовых ложек рассола рассол у меня помидоры с виноградом я закрывала на зиму показывала удачный очень рецепт получились очень вкусные помидоры сейчас будем использовать вот этот рассол и сейчас погасим соду уксусом добавим сюда тесто погасили соду добавляем и будем сейчас все это перемешаем будем замешивать тесто она будет достаточно такой эластичная если вам покажется что может быть недостаточно муки или масла вы можете конечно добавить но в основном как бы эта пропорция она как бы самый раз сейчас это перемешаю затем на доске будем замешивать тесто получается немного такой знаете рассыпчатая но наша задача его конечно сформировать в один большой как бы такой шар а затем раскатать пласт где-то на толщиной около сантиметра сейчас будем это все проделывать у меня есть немного цедры от мандарина я решила сюда добавить чтобы был более такой вкус оригинальные печенье но можете добавить как бы тоже если у вас есть лимонную цедру или апельсина можно корицы чуть-чуть но как бы не знаю как будет творится сочетаться с рассолом цедраль лимона или апельсина мандарин вот у меня в данном случае она как бы такую свежесть немножечко придаст и сейчас будем дальше вымешивать так подготовили вот такой пласт теста наш и теперь любыми формами для печенья или как бы любым может быть там стаканчика можно вырезать формы я буду использовать вот такой стаканчик сейчас все мы подготовим противень мы слегка присыпали мукой и будем потом выкладывает на противень и выпекать если вы хотите получить но более такую порцию большую значит нам нужно увеличить количество ингредиентов ну допустим на 0 5 там или то есть взять не два стакана а три стакана муки и в соответствии с этим уже изменится количество рассола и сахара но у меня получится сейчас штук 15-20 где-то печенье такого друзья у меня получилось больше даже 30 штук и чтобы это печенье не выглядело так знаете как то есть скучновато я сделаю его добавлю миндаль вот здесь чуть чуть в несколько штучек а в несколько штучек мы добавим изюм изюм нужно конечно бы запарить немножечко горячей водичкой но в этот раз просто обвати его промыла я думаю пока он будет приготавливаться в духовке он как бы приобретет немножечко такой мягкую структуру ну вот так друзья теперь отправляем духовку несколько штучек я оставила без начинки вот кому-то может быть не нравится изюм и так далее или орехи не хотелось бы вот на ваш вкус что-то можете может быть добавить украсить отправляем духовку минут на 25 и можно угощаться так температуру духовки я ставлю 180 градусов и включаем конвекцию чтобы равно равномерно как-то пропекались они следим чтобы они не пересохли если даже вы увидите что они уже подрумянились значит этого достаточно можно и раньше их вынимать так вот такое друзья у нас получилось печенье вот мы его аккуратненько сейчас будем снимать и угощаться так что попробуйте рецепт постный без яиц без каких-то там добавления может быть масло сливочного или маргарина на растительном масле очень вкусное приятное печенье всем друзья приятного аппетита всем всего доброго до свидания